Возможно, что где-то на вершине польской политической элиты с ужасом ожидают, что наступит тот самый страдный момент, когда будут рассекречены и преданы огласки документы, доставленные в 1944 году малоизвестным широкой публике капитаном Олегом, Колосом Иваном Андреевичем. Что же такого совершил этот человек, что добытая им в 1944 году информация уже в современной России была оценена звездой Героя Российской Федерации, а в Польше и Великобритании до сих пор вызывает нервные подергивания конечностей? Родился Иван Андреевич 5 июня 1925 года в небольшой белорусской деревне Картыничи, Гомельская область. После средней школы закончил курсы учителей и педагогический техникум, публиковался в местных газетах. Уже тогда его заметили как имевшего задатки писателя. С началом войны был призван в Красную Армию и зачислен в команду особого назначения штаба Западного фронта, участвовал в летних сражениях 1941 года, затем отправлен в Вольское пехотное училище, после окончания которого был назначен на должность начальника штаба стрелкового батальона 107-го стрелкового полка. После того, как батальон летом 1942 года попал в окружение и погиб, Иван Андреевич вернулся на родину, где организовал Лельчицкий партизанский отряд. После соединения с частями Красной Армии в 1943 году Колос прошел в Москве короткую переподготовку, после которой неоднократно забрасывался в тыл противника для сбора информации. Например, осенью 1943 года в составе разведывательной группы Колос был заброшен на Белорусское полесье, в тыл к немцам. Группа занималась сбором информации о передвижениях войск противника, местах дислокации немецких гарнизонов, расположении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. После выполнения задания небольшой перерыв на Большой земле и снова в Беларусь, в тыл к противнику. Действуя на территории Барановичской, подвоенному административному делению и Гродненской областей, в районе города Барановичи молодечно слоним Лида. Разведгруппа под командованием Колоса, кроме сбора информации о войсках противника, проводила дерзкие операции, многие из которых удивляют и до сих пор. Так, во время одной из засад совместно с партизанами, группы были окружены более 400 гитлеровцев. Но самой главной операцией Ивана Андреевича стало десантирование в центре Варшавы 21 сентября 1944 года после начала известного Варшавского восстания. Колос по заданию командования фронта должен был установить связь с подразделениями армии Людовой, созданная в СССР армия так называемой «социалистической Польши» и информировать командование о происходящем. Действуя под именем капитан Олег, Колос очень быстро понял, что само восстание – полнейшая авантюра, которую по приказу лондонского правительства Польши начал главнокомандующий армией Краевой, армия лондонского правительства Польши, генерал Тадеуш Комуровский. Именно Колос впервые сообщил, что восстание началось потому, что Красная Армия совершила за 38 дней невероятный рывок от Витебска практически до Варшавы. Это известие настолько ошеломило Комаровского, что тот отдал приказ армии Краевой незамедлительно начинать. Благодаря Колосу стало известно, что армия Людова вообще не догадывалась о том, что 1 августа восстание начнется. Кстати, именно эта армия держала постоянную связь и с партизанами, и с регулярными войсками РКК. Армия же Краева, напротив, на связь не выходила ни с кем, действуя исключительно по приказам из Лондона. Иван Андреевич лично вместе с польскими патриотами до последнего дня восстания принимал участие в боевых действиях, организовал поставки вооружения и боеприпасов. В общей сложности, благодаря Колосу, Людовцы получили около 500 противотанковых орудий, пушку, более 500 винтовок и порядка 40 тысяч гранат. Разведчик скрупулезно фиксировал всю информацию, передавая в штаб место расположения гитлеровских узлов сосредоточения и обороны. По которым затем била советская артиллерия. Благодаря капитану Олегу стало известно и о так называемом Корпусе безопасности, армии Краевой, который занимался тем, что расстреливал в Варшаве граждан СССР, а также отлавливал бежавших из концлагерей для обмена на своих бойцов. После того, как восстание было подавлено, Колос с несколькими повстанцами сумел выбраться из Варшавы через подземные коммуникации, а затем и пробиться к своим. Все собранные документы он передал командованию. О том, какого плана была собранная Колосом информация, очень кратко было сказано в докладной записке члена военного совета Первого Белорусского фронта Булганина на имя Сталина. Лейтенант Колос пробыл в Варшаве с 21 сентября по 2 октября. При этом посылая вам протокол его опроса. В его сообщении освещаются вопросы установления контакта с польскими повстанцами, плана и хода восстания в Варшаве, отношений к Красной Армии и к Советскому Союзу, отношений между армией Краевой и армией Людовой, получения грузов, сбрасываемых авиацией, деятельности представителей лондонского правительства, подготовки и проведения капитуляции. За успешную операцию Иван Андреевич Колос был представлен к званию Героя Советского Союза, однако указ о награждении так и не был подписан, а вся информация, доставленная офицером, засекречена и по настоящее время. О том, что же было доставлено офицером, можно догадываться только по косвенным признакам. Например, британский историк Норман Дэвис утверждал, что сведения, добытые Колосом, недостоверны. В частности, Колос допустил ошибку, заявив, что в Варшаве во время восстания действовал разведывательный центр Великобритании, задачей которого была нейтрализация действий советской стороны. Если такая реакция на открыто опубликованную информацию, то неудивительно, что и Британия, и Польша явно опасаются выхода из небытия на свет настолько нелицеприятных фактов, что это, возможно, чревато эффектом разорвавшейся бомбы. Иван Андреевич дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Уже после войны легендарный разведчик вспоминал. Бродил по комнатам и кабинету фюрера. Думал ли я, находясь в болотах Белоруссии, задыхаясь в катакомбах Варшавы, в подвалах Берлина, что дойду с мечом возмездия до логова врага, войду в это мрачное здание зла и насилия. Но вот я стою посреди комнаты, как победитель. А невероятную ценность, добытой в Варшаве информацией, подтверждает и присвоение в 1994 году полковнику ГРУ в отставке Колосу Ивану Андреевичу звание Героя России. За мужество и героизм проявлены при выполнении специального задания в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Самым ярким у разведчика было только одно специальное задание, которое он выполнял под именем капитана Олега. После войны Иван Андреевич работал в Беларуси, затем вернулся в ГРУ ГШ, был уволен в запас в звании полковника. Написал несколько замечательных книг о войне. Иван Андреевич был награжден двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденом Боевого Красного Знамени, польским орденом Крест Храбрых, высшей наградой Республики Беларусь, орденом Франциска Скорины, медалями партизану Отечественной войны первой степени, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, многочисленными юбилейными медалями. Иван Андреевич был не только талантливым разведчиком, но и писателем. Он издал несколько книг о пережитом во время Великой Отечественной войны, возвращении из ада, в логове Гитлера, ради жизни на земле, за которые был удостоен самых престижных литературных наград, таких как медали Фадеева, Симонова и Пикуля, многочисленных дипломов различных литературных объединений. Умер легендарный разведчик 12 июня 2007 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.